Мы изучая виды любви, мы прошли такие теоретические моменты, очень простые теоретические моменты. Ой, выучили уже наконец-то какие виды любви. Но на самом деле, каким образом вот это все начать исполнять? Что происходит? Я начну с того, что многие люди не знают, как любить по одной причине. Они не знают, кто они есть. Когда Павел говорит о любви, он использует часто агапе. Агапе – это любовь, которая не заслуживает к личности. Но знаете, когда приходит любовь на самом деле? Когда мы разбираемся, кто мы? Марка, 10 глава, 45 стих. Очень интересное место. «Ибо Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Интересное выражение здесь идет «отдать себя», то есть пожертвовать собою, чтобы другие спаслись. «Ишуа пришел и смирил себя настолько, чтобы он готов был умереть». Один из барьеров для верующего человека в любви к другому или служить другим людям – это непонимание самого себя, «своей принадлежности». Задайте себе вопрос, кто я такой вообще? Это общая фраза. Я – Детя Божьего. Кто я? Кто я? Если вы можете ответить на вопрос, кто я, тогда мы знаем свою принадлежность. Принадлежность свою. Если мы делаем то, что мы делаем, и понимаем, что мы делаем, значит, мы можем отождествить себя с людьми. Но если мы делаем по причине, что нам необходимо делать, и мы не отдаем себя по-настоящему, тогда мы на самом деле не можем даже полюбить себя. Давайте проэкзаминируем себя простыми вещами. Когда ты остаешься один на один с собой, то есть одиноким, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Один сказал «хорошо». Смотря на какой причине. Ну, по любой причине. Вот, Бум и так, по любой причине. Ты остался один, то есть в комнате никого нет, там на квартире никого нет, уединился. Когда ты уединился, как ты себя чувствуешь? Уединился или остался? Просто уединился и остался – это два разных слова. Хорошо. Бум говорит так, навсегда. Не, вот, Бум говорит, даже на время. Бум говорит так, и… Бывают моменты, которые просто все ушли с квартиры, и ты остался дома, то один. Чувства высоты. Уединился ты сам, ты можешь сам заставить себя уединиться, то есть на пост и молитвы. Но ты остался один. По разным причинам. Например, тебя даже бросила жена. Или там, ты все ушли на фронт и остался дома один. Как ты себя чувствуешь в данной ситуации, когда ты один, в четырех стенах, тебя посадили, ты в одиночке. Как ты себя чувствуешь? Чувство пустоты. Неуютно. То есть, давайте каждый ответит. Мне классно. Хорошо. Нет, ну это все ушли на фронт. Нет, ну это так может быть. Нет, ну, посмотрите. Есть разные ситуации? В любом случае чувство пустоты. Одна часть пустота, другая часть есть. Когда человек, то есть, если человек не возрожден свыше, его состояние, оно ужасно. Потому что ему нужны люди, ему нужны обстоятельства, ему нужно общество, он хочет вырваться наружу. Когда человек рожден свыше и он остался по какой-то причине один, да, то внутри есть стержень. Например, если ты чувствуешь, что тебя рвет на части и тебе нужно пойти кому-то это высказать, твое чувство одиночества, или прийти потусоваться с людьми, тогда ты не самоутвержден. Ты не знаешь, кто ты. Вы понимаете, я почему говорю это? Когда человек, будучи по каким-то причинам, остался один, и он удовлетворен то, что он, не то, что он один, а то, что обстоятельства сложились и ему постоянно двигаться дальше, удовлетворен, что у него есть Бог, на который он уповает. Он знает, что все, что происходит, происходит к лучшему, и будет другой момент. Тогда четко мы понимаем, что у нас есть стержень самоутверждения, кто мы. Понятно, да? Этот момент очень важный для человека. Перед тем, как мы будем служить другим людям, Ишуа знал, кто он, потому что он мог быть один. Написано, что он много раз, он уединялся, то есть он взял и специально ушел, один молился. Ему не нужно было 20 человек, чтобы разогнать свою молитву. Давайте покачаем молитву. Давайте мы здесь устроим. Нет. Он знал, кто он. Даже когда он, будучи один, страдая на Голгосском кресте, и от него отвернулись, он знал в своих трудностях, что ему нужно это пройти самому. Он знал самоутверждение. Поэтому написано здесь в Марках, что Сын Человеческий пришел в этот мир не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Он служил кому? Другим. И что этот пример он отдает нам. Если мы знаем Бога и Его совершенная любовь внутри нас, которая на самом деле заключена во всех четырех вещах выражения Его. Понимаете, да, о чем я говорю? Любовь Божья, мы говорим о любви, она разделяется на Эрос, она разделилась на Филио, Стоге и Агапе. Она совокупна внутри нас. То наше одиночество не должно быть нашей тюрьмой. Понимаете, да, о чем я говорю? Даже если ты не женат, все равно это одиночество, но это не должно быть нашей тюрьмой. Если даже обстоятельства сложились так, что ты остался на какое-то время один, это не должно быть нашей тюрьмой. Потому что мы знаем, кому мы веруем. Если мы определяемся, кто мы, мы тогда сможем позитивно смотреть, как помочь другим людям. Ни смерть, ни ад, ни будущее не может меня отлучить от чего? В смысле? Понимаете, да? Ни одиночество, ни моя неженатость, ни мое замужество, ни мои другие проблемы не могут отделить меня от Божьей любви. Потому что эта любовь излилась внутри меня Духом Святым. И я знаю, кто я. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что это будет временно. Я пройду этот момент и вариант в следующий раз. Будет по-другому все. Поймите, что мы сможем служить другим только тогда, когда мы знаем, кто мы на самом деле. Отдавая другим, мы должны уметь принимать. Я знаю, что у вас мало может быть опыта, но люди, которые связывают свою семейную жизнь через обстоятельства, которые заставило их принять это решение. Рано или поздно они должны будут столкнуться с решением, кто они на самом деле. Например, парень с девушкой встречались. У них, вроде бы назначен был свадьба и все остальное, их отношения, сексуальные отношения будут на самом деле до свадьбы, будут влиять их на супружескую жизнь потом. Этот молодой человек не сможет удержать семью в правильном положении. Ему будет казаться, что он неполноценен. Он не знает, кто он. Поэтому самообладание, которое каждый человек имеет, он может привести это к совершенному действию. Самобладание нам необходимо, чтобы контролировать наши чувства. Эти люди, они имеют слабое понимание о самом себе. То есть, если не сделать, то потом не получится. Надо попробовать, потому что, а вдруг это не тот человек, который мне нужен на самом деле. А вдруг мы не подойдем друг к другу по сексуальным отношениям и все остальное. Я дам вам один, как бы, важный, не только совет, а откровение. Все люди одинаковы. Они разделяются на две половины. Мужскую особь и женскую особь. У всех все одинаково. По какой-то причине у других людей есть понятие, что, а вот с другим может быть по-другому. Слушайте, это все иллюзии, которые человек сам себе накручивает. И самообладание помогает человеку самоопределению, кто он. Если это мужчина, что он является царем, в первую очередь в семье, священником, что ему есть воля, и он может делать так, как вложил в него Господь. Самообладание. И каждый человек, то ли это мужчина, то ли это женщина, они должны понимать, что они личность. Основная часть, мы должны помнить, что мы прощены. Самосознание приходит, кто мы, начинается тогда, когда мы понимаем, что нам прощен долг. Ишуа умер на кресте, и как он страдал, показывает о том, что сколько нам прощено. Если мы понимаем, что мы прощены, мы поймем, что Бог любит нас. Поймите одну вещь. Если мы думаем, что Бог любит нас, а потом, что мы прощены, есть проблема. Он возлюбил весь мир, но умер. Но любовь Божия излилась только тогда, когда мы понимаем откровение, что мы были никем. Любить нас по нашим делам невозможно было. Поэтому он умер. Когда мы создаем то, что мы прощены, мы тогда понимаем, насколько мы любимы. Я говорю, это очень важная часть. Потому что очень часто люди говорят, Бог есть любовь, Бог любит меня, каким есть. Поэтому чувство о том, что он прощен, что ему прощены долги и грехи, не настолько сильны. Вы понимаете, да? И начинается ваяние. Бог во всем, Бог везде, религии все одинаковые, то есть как бы Бог есть любовь, поэтому он выражает себя в различных вещах и все остальное. Первая часть. Дух Святой пришел на эту землю, чтобы что сделать? Обличить этот мир. В чем? О грехе, о правде и о суде. То есть, когда приходит обличение, что мы являемся грешниками, и насколько же этого Мессии было дано для нас, чтобы покрыть это все, и мы благодарны, что мы прощены. И тогда мы знаем, что кому прощено, сколько прощено, как бы сказать, Писание говорит, кому много прощено, то что? Тот больше любит. Понимаете, этот момент. Не первое, что ты понял, что Бог тебя полюбил, а насколько было тебе прощено. Что ты прощен. И потом идет, насколько ты возлюблен. Как будто это взаимосвязано, но на самом деле понимать это нужно. Следующее, от того, насколько тебя любит Бог, ты возлюблен, ты понимаешь, насколько ты ценен для Бога. Что Он тебя ценит. Он дает тебе возможность участвовать в делах общины, города, семьи, общества, людях. И когда ты понимаешь это, на самом деле понимаешь, что начинаешь помогать другим людям, ты начинаешь понимать, что ты меняешься. Понимаете, о чем я говорю? Полюбить себя, именно означает это, что ты способен, в конце концов, меняться. Поэтому Ишуа говорит, сегодня творю все новое, ветхое прошло, теперь все новое. Почему? Потому что ты начинаешь смотреть, что ты прощен, сколько тебе было прощено, что ты любим, ты возлюблен, что ты ценен и то, что ты можешь меняться. Но удивительно при всем этом, вы должны помнить, что когда вы родились в семью Божью, да? Где много-много маленьких детей, которые несовершенны. Как в детском саду. Кто-нибудь был в детском саду? Были, да? Я один раз послал своих детей, когда мы приехали только, послал своих детей в детский сад, через два дня, когда забрал, слышал что-то иностранные слова начали они произносить. Думал, что какому-то языку они учатся. И понял, это настоящий древний русский язык. Вы их забрали? Я сразу их забрал. Такого русского языка мне не нужно. Такая глубина мне абсолютно не нужна. Но смотрите, о чем я говорю. Когда мы рождаемся свыше, мы понимаем, насколько нам прощено, мы понимаем, что мы возлюблены, что мы цены, что мы способны меняться. Начинается момент всего этого практиковать, ну, именно ввести в практику. Мы остаемся в семье Божией, где много-много маленьких детей. А это значит, что эти дети оставляют много разных шрамов после многих общений друг с другом. Алло. Я истину говорю или нет? Для чего это нужно? Знаете, когда Писание говорит о том, чтобы посмотрели на себя. Посмотрите, какое отношение между Машеихом и общиной. Это как бы та тайна, которая отношение между мужем и женой. У мужа и жены есть дети. Да? Эти дети, они самоутверждаются. Каждый человек в теле Мессии, он утверждается. И если мы имеем низкую самооценку, кто мы в Боге, кто мы в Боге, мы тогда начинаем наносить раны друг другу. Почему? Потому что мы хотим выжить. Принцип такого выживания. Если я нелюбим, я начинаю ранить других людей, показать, насколько я ценен. Любите меня, потому что я ценен. Нет и самоутверждения, кто они в Боге. Потому что, когда человек утвержден в Боге, он начинает реагировать на незрелость другого человека с точки зрения любви. Агапы, филио или же других отношений. И вы помните, что если мы рождаемся, у нас есть дети, то воспитанием детей занимаются взрослые. Поведение ребенка можно предусмотреть и также направить. Мы рождены в семью для того, чтобы свое переграммирование сделать. Чтобы ветхое ушло и пришло новое, которое приходит не совсем легко. Поэтому в общине или же в церкви существуют правила. Правила поведения, отношения между братом и сестрой, между братом и братом. Мужчина с мужчиной. Не на клуках решать свои вопросы. И говорит, биться, царство, Божие, что? Раз, подчеркнули. Хотя в Ветхом Завете я не вижу этого. В Ветхом Завете видели или нет? Что-то написано, что говорит, не бейся. А? И в Новом тоже не написано. Но написано, биться, царство Божие не наследует. Убийца. У вас денавидывающий брата своего хуже, да, уже? Понимаете, да? Как вы думаете, если человек дерется друг с другом, мужчина с мужчиной дерется, почему не дерутся? Есть злость, есть конкуренция, гнев. Это не понимать, как бы утвердить, кто я такой. Да? Либо в голову Эра сбьет. Да? Да. Либо просто из-за, как бы, не из-за спора, а как бы из-за спорта. То есть, боксеры. Друг друга молотят. А за что? Не понимают. Матфея, 22 глава, 39 стих. Ага. Что написано? Возлюби кого? Ближнего твоего. Ближнего твоего. Дальше как? Интересный ответ, да? Если себя не очень. То есть, начало работы с людьми любить других начинается откуда? Любить себя. Любить себя. Дружу ли я сам с собою? Нет. Послушайте. Есть как бы самолюбие, да? Вот такое есть. Нет, нет. Самолюбие. Это эгоистичное состояние самолюбия. Да? Но есть понимание возлюби ближнего к самому себя. Это есть немножко разница. Если мне нравится хорошо одеваться. Да? Если я не могу этим поделиться своим ближним, я самолюбив. Я нагл, я напыщен, и во мне нет любви Божьей. Почему? Потому что я не смог от себя оторвать до другим. Смотрите. Если я не буду чистить свои зубы, мне будет безразлично, как на меня дышат все остальные. Но я потому что не люблю, чтобы на меня дышали перегаром и все остальное, то я могу поделиться зубной пасой с другим человеком. Да? Понимаете, о чем я говорю? Любовь к себе, она не является самолюбивой. То есть, какой я красивый, какой я хороший. Возле зеркала остается сказать, зеркальце скажи, да всю правду расскажи мне, да? Обо мне. Кто в мире всех милее, всех румянее и белее, да? И стоять возле этого зеркала. Нет. Возлюбить себя означает, что я, например, хочу быть в тепле. Я хочу, чтобы мне было тепло. Я хочу, чтобы у меня была нормальная прическа. Поэтому этого я желаю и другим. Поэтому я делаю мои даяния и помощь другому человеку на этом основании. Любви к себе. Любить себя означает принять самого себя, не просто каким есть, а каким сделал или делает меня Господь. У людей есть ошибка. Вот примите меня, каким я есть. Вот такой, как я есть, таким принимайте. Нет. Каким сделал меня Господь. Вот я несовершенен. Я курю. Я там еще что-то делаю. Ну, несовершенен. Ну, несовершенен. Еще проституток снимаю. Ну, несовершенен. Там еще такие вещи, да? Нет. Полюбить себя означает именно принять себя таким, каким мне Господь сделал. То есть, что Господь хочет, чтобы я сделал. Мы видим, что это говорит о том, о внешности. Это говорится о твоем характере, о твоей молитве, о твоей посвященности. Если я это принимаю, я смогу это сделать другим. Принимать других означает принять их в таком состоянии, каком они есть. Слабых вере, да, написано что? Принимать без споров. То есть, это не судить себе. О, теперь я знаю все. Я знаю, кто мне Господь сделал и так далее. Теперь я должен свое понятие навязать другому человеку. Нет. Я должен его воспринять, каким сейчас он есть на том уровне, если он слабый. Но, 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 послушайте внимательно. Но при этом, явив свою любовь, то, что я знаю, каким я Господь сделал, явить эту любовь к этому человеку. Льна курящего, он что? И троси над головой не преломит до конца. Если во мне есть состояние Христова, то я смогу проявить эту любовь к этому человеку. Как к самому себе. Понимаете, да? А в самом деле, мы не хотим, мы не унижаем свое тело. Мы его не терзаем. Мы его не наказываем. Писание говорит, никто никогда не имел ненависти к кому? К своему телу. Кто из вас имеет ненависть к своему телу? Но ухаживает за ним, греет его, да? И так говорится о ком? Говорит о отношении к женам, да? Вот так бы. Но это же так же самое говорится о ближнем. Начинается настоящая любовь к людям и исполнение внутри тебя. Внутри тебя. Если ты познаешь, что такое агапы к тебе, ты действуешь. Познаешь, что такое дружба, ты действуешь. Семья, ты действуешь. Просто уже проявление этой любви выражается в твоей семье. Приказ, который мы имеем в левитах, возлюбив ближнего, как самого себя, это приказ любить себя. На самом деле. Ой, как замудрил так по-еврейски, да? Именно то, как бы, возлюбив ближнего, как самого себя, это приказ любить себя. Глупо, что ты сказал, да? Нормально. Не нравится. Это, в первую очередь, себя начинать любить. Начинать, потому что, если я не люблю себя, я не могу любить других. Я не могу. Смотрите, приказ даже то, чтобы стирать свои вещи, чтобы приходить даже за стан и с лопаткой. Рыба, если я не стираю вещи, но я продолжаю любить других. Ты не стираешь вещи, любишь других. Я говорю, к примеру. Смотри. Проявляется любовь не словами, а на деле. Это дело. Еще он не сказал, что я пришел в этот мир, полюбил всех. Он говорит, я пришел в этот мир, чтобы умереть. То есть, моя любовь проявляется через жертвенность. Окей. В этом, как бы, проблема многих верующих людей. В этом смысле иудаизм, например, и мусульманство, они, как бы, четко сказал слово, обрежь, сделал. Поклинист на Коране, и все, и секирь башка. Как бы, страх им владеет, чтобы исполнить заповеди, которые они делают, да. Но в Ишуа Мессии он дает выбор. И, в самом деле, если ты любишь себя, у нас проблема существует, у верующих, особенно христиан, либерализм. Либерализм. А жертвы приносить не нужно в храм, а разориться, а то, чтобы принести жертвы, нужно было разориться, правильно? Потому что потратить было деньги и все остальное, нужно было пожертвовать. То есть, не нужно ничего делать. И мы доходим до такого состояния, что мы не ходим ни в храмы, ни на собрания. И мы говорим, вот, я же могу Бога в любом месте прославлять. Вот я сам себе дома, я в храм Духа Святого, Бог живет во мне, и все, как бы, аллилуйя. Включил телевизор, СНЛ, и все, все, все грехи отпущены. Проблема-то в чем? Что мы не любим ни себя, ни других людей. Потому что, если бы мы любили себя, мы бы хотели прийти на собрание, хотели помочь людям, хотели, чтобы они совершенствовали, чтобы они познали Бога, вытащить их оттуда. Но, смотрите, покаявшиеся, мы начинаем стесняться, что я верующий. Извините, я тоже верую. И ничего об этом не говорим. Мы не показываем нас своей жизнью, мы не жертвуем собою. Мы когда даем слово другим людям, да, то наше слово становится пустым. Мы начинаем искать причину. А я не смог прийти. У меня там, ты знаешь, столько было молитв, особенно молитв, я не мог прийти. Или там еще что-то придумаем себе. А Бог на это смотрит совсем с другой стороны. И как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого не видишь, а ближнего своего, брата своего, ближнего своего, которого ты видишь, ты ненавидишь. Как это возможно? Любовь к Богу выражается тем, что ты полюбил себя, и ты можешь спокойно отдать от себя другому человеку. Но это не обязанность. Понимаете, это воля. И это не означает то, что другой человек, который потребитель, например, должен говорить, «Лучше, ты не настоящий христианин, ты не делись о всем, что у тебя есть». Вы понимаете, да? Агапа не ожидает обратно, хотя может получить. Наши верующие наоборот. Слушайте, у него слишком много всего, а чего они делятся? Это уже называется момент, нет, не зависти, социализм. Социализм. Когда я читал выдержки одного ученого, это 1800 год, начало 19 столетия, он смотрел на французскую революцию. Там же было как бы братство, единство, равенство. Это была такая революция братства. И она перешла потом в социализм. И многие говорили так, что фактически Иисус был первым социалистом. Все братья, все сестры, все равное, отдай рубаху другому, все остальное. И он, как верующий человек, говорит, знаете, оно очень сильно похоже. На самом деле социализм очень сильно похож на христианство. Только одно отличие. Христианство отдает, социализм забирает. Вы понимаете, да? Христианство отдает, чтобы все были равны. Социализм забирает, чтобы все были равны. Я не против, как бы, партии и все остальное. Я хочу смотреть на то, к чему мы мотивированы. Конечно же, это наша совесть. Отдавать или принимать. Мне часто говорят, Ребе, ну, как бы так, у тебя там деньги есть, можно было поделиться с деньгами, чтобы другому человеку было лучше. Я говорю, ты что, ожидал, чтобы я тебе помогу? Он говорит, ну, как бы, с завистью. Я же знаю, сколько у тебя денег есть. Ну, вопрос, как бы, откуда этот другой вопрос. Как бы, у всех свои шпики есть, как бы, говорит, так сказать. Но никто не спрашивает, Ребе, а сколько у тебя долгов? Ребе, хочу поделиться тебе с твоими долгами, с тобой вместе. Как бы, я возьму на себя ответственность заплатить твои долги. Никто не говорит так. Всегда больше смотрят на другие вещи. Как ты одеваешься? У нас даже был такой удивительный момент, что я одного человека спросил, ну, как вот ты смотришь на все это? Он говорит, ну, в общине есть какие-то особые люди. Там, они как бы богатенькие и наглые такие все. Я говорю, вот кто это люди? Этот человек называет людей, которые на самом деле небогатые. Я говорю, откуда ты это взял? Говорит, ну, посмотри, как они одеваются. Посмотри, на какой машине они ездят. Я говорю, у этих людей есть свой бизнес. Они работают и взяли машину в долг. И поэтому они ездят. Это мой телефон. Это момент, люди принимают других людей по внешнему виду. Например, то, что ты хорошо оделся, означает, что ты что-то уже где-то прикупился, значит, у тебя деньги есть. Если ты поправился, не от того, что это самое, как бы, ну, может тебе плохо, наверное, тебе, да, да, а у тебя, наверное, чересчур, наверное, на хлюшку присел, значит, хорошо у тебя дела идут от избытка, да. Ну, во-первых, это не критерии. Это не критерии. И, на самом деле, очень много людей хотят воспринимать должное христианство или верующие люди, они не должны принять как должное, не обязаны это делать. Поэтому нам необходимо возлюбить ближнего самого. Это приказ возлюбить себя. И Кипишова говорил об этом такие простые. Как ты хочешь, чтобы с тобой обращались люди, так и что? Так и ты поступай. Так и ты вместе. Давайте вопросы. Может ли у человека быть эгоизм, а любви к себе он не имеет? Не понял. Может быть, у меня эгоизм в отношении кого-либо, но к себе я любви иметь не буду. То есть, у меня любви к себе нет? Вот это, которая любви сейчас вы говорите. По этой причине ты... А эгоизм есть, например. Ты не эгоист. Ты же деспотист. Ты же начинаешь на других налагать времена, которые неудобно носимые. Ты относишься к этим людям с требованием, как бы хотел бы относиться... к себе. Мини-тюре. Если я не люблю себя, например, а отношусь к другому человеку, как бы так вот, ну с требованием, да? Понимаю, да? То есть такое понимание, как ложное смирение, да? Ложное смирение. Есть люди, которые ложно смиряют себя, привлекая к пониманию, насколько он свят. Эти требования он налагает на другого человека по той же причине. Есть причина первая. Лень. Лень работать. Приносить домой денежки, все такое, заставляет другого человека, как бы, ссылаясь на то, что нужно быть скромным в своих пониманиях. Поэтому он себе не купит лишнюю рубашку, пойдет ее, одолжит у соседа, ее заносит и соштопает. И, приходя в собрание, будет показано, сколько можно быть смиренным и благоверенным перед Богом. Это есть ложное, что является нелюбовью к себе и нету любви к ближнему. Я могу просто сделать ограничения. Например, такие примеры. Мне нравится, когда братья, они хорошо одеты. На самом деле. Мне нравится, когда они одеты. Когда... Это лишь то мое положение, чтобы был пиджак, чтобы когда на собрание, чтобы красиво. То есть, мы красиво должны выглядеть. Но я не воспринимаю сильно такие, что люди придут там в свитере, у него засалены эти самые, там, как бы, рукава и все остальное. И человек говорит, слушай, ну, Ревен, нужно поскромнее себя вести. Что ты так оделся, так не... Слишком вызывающе. Я к таким людям, я по-другому с ним отношусь. Потому что я знаю, что он может заработать и может себе позволить. Я понимаю, что у этого человека либо нет вкуса, либо он просто ленивый человек, который не хочет за собой ухаживать. Вы понимаете, да? Мир на нас смотрит, на верующих людей с двух позиций. Они хотят... Первая позиция. Они хотят, если ты верующий настоящий, они хотят, ну, как бы, равняться на тебя. А второй пример, это, наоборот, не быть похожи на тебя. Две позиции. Либо как ты, либо не быть похожи на тебя. Что отвращает чаще всего неверующих от верующего человека? Язык. Враг твой, первое. Мы, как верующие люди, начинаем всех остальных неверующих учить, как нужно жить. Второе. Внешность. От которого этого человека, как бы, уже сказать, слушай, если я стану таким, что же меня ожидает? Я должен быть похож на этих людей. На этих популасов. Понимаете, да? Ну, это, говорю, это внешнее, это то, что люди переживают. Конечно, что привлекает очень сильно, это наше хождение пред Богом. Святость привлекает. Понимаете, да? Даже если есть люди, которые бедны, они бедны. И они могут себя оправдать своей внешностью, своей бедностью, своей нищетой. Но внутри они чисты. Внутри они имеют полную любовь. И они хотят поделиться этой любви. И они говорят, у меня ничего нету, но что я имею, то могу тебе дать. Просто вот Ишуа. И другие, которые, может, богатые, все имеют, они хотят сказать, я хочу быть похож на этого человека. Не внешне, а внутренне. Но эти вещи происходящие, это как бы юростом проповеди Евангелия. Но чаще всего люди, как бы закрываясь христианством, прикрываясь им, одни либо идут в экстрим, быть богатыми, гламурными и показать, вот такими можем быть, повлиять на мир. А другие, наоборот, говорят, нищетой. То есть, как бы он обнищал за нас и стал нищим ради нас и быть вот таким. Никогда Писание, мы не видим, чтобы это были два экстрима таких, который привлекал бы верующих людей. Не верующих привлекал, никогда. Всегда было такое, что общество диктовало свои нравы. Писание, оно остается одним и тем же. Ничего нет зазорного, чтобы быть культурным человеком. Правильно? Ничего зазорного нет порядочным быть человеком. А то, что у тебя пальцы веером стали, только не хватает двоих, этого ты популярнее не станешь. А то, что у тебя на колах куча, этого популярнее не станешь. Есть правило, которое говорит, как обращаться к женщинам, как обращаться к детям. Это будет привлекать. И сам Дух Христов, Дух Мессии, который внутри нас, будет привлекать людей. Понимаете, да? Если что-то другое начинается, оно будет крахом. Помните, я говорил на шаббате, что Павел говорит к Арифинам, я ничего не хотел знать, кроме Христа и потом распятого. То есть, показать себе, что я умер для этого мира, но живу в нем. Павел же не свихнулся с ума, правильно? Он продолжал двигаться дальше, работать, жить и так далее. Оплачивал свою аренду, снял гостиницу еще двоих стражей и оплачивал это тоже. Работал. Он, может быть, не отличался от всех, но когда были возле него люди, сразу что-то происходило. Почему? Потому что что-то действовало внутри него. И он этим же хотел делиться с людьми. Этим же. И поэтому он приносил финансы в Иерусалим, поэтому он говорил о заботе друг от друга. Это момент, когда мы любим самих себя. Павел очень любил себя, поверьте, он очень любил себя. Хотя попадал в разные ситуации. Итак, еще вопросы есть?